Хауди хо, друзья! Сегодня мы с вами поговорим на одну очень интересную тему. Мы поговорим о том, что должен знать, пожалуй, каждый программист, будь то веб-программист, или ПО, или программист игр, без разницы. Это должен знать каждый программист, который собирается работать, к примеру, на фрилансе. Сегодня мы с вами поговорим о том, как не попасться в лапы мошенника на фрилансе. То есть, какие использовать методы, техники, схемы, чтобы на 99% обойти эту опасность. То, что я сегодня вам расскажу, я набрал за долгие годы работы на фрилансе. Потому что рабочий опыт у меня более 4 лет, и за это время я попадал в абсолютно разные ситуации, и выработал достаточно железную схему, по которой можно на 99,9% обезопасить себя от всех неприятностей. Давайте начнем. Во-первых, следует сказать, какие бывают заказчики. Я делю заказчиков на 4 группы. Это неадекватные заказчики, таких бывает очень часто. Это адекватные заказчики, они попадаются очень редко. Это неадекватные кидалы, попадаются часто. И адекватные кидалы, попадаются достаточно редко. В чем их отличие? Неадекватные заказчики, это те заказчики, которые нормально платят за работу, без каких-либо левых ходов, но они ведут себя очень странно. Нередко можно таких спутать даже с кидалами. Хотя и достаточно сразу можно понять, если у вас уже есть какой-то опыт, что этот заказчик, он нормальный, но он просто неадекватный. То есть, к примеру, такие люди какую-нибудь чушь несут, бред несут и тому подобное. Но не суть важная, это я просто так вот говорю, чтобы вам было понятно, что к чему. Поэтому дальше есть адекватные заказчики, попадаются, как я сказал, очень редко. И такие заказчики, они ведут себя крайне адекватно, все нормально у них. Они даже очень часто вносят предоплату уже с первого вашего заказа. То есть, даже когда вы не знакомы, хоть такое и происходит редко, но тем не менее. И с такими заказчиками приятнее всего работать, потому что они отлично видят картину работы, отлично понимают вас, ваши знания, идут как бы на контакт хорошо. И поэтому это самый лучший вид заказчиков, который может попасться вообще. За все время работы мне попадались примерно 5 таких заказчиков, и это было круто. Все они, кстати, делали заказы примерно средних или крупных размеров. Дальше есть заказчики кидал. Это те заказчики, которые как бы особо умные. Они пытаются вас как-нибудь надуть. То есть, использовать какую-либо схему, а таких схем, кстати, существует огромное множество. Чуть позже мы поговорим о том, как этого избежать. Используя эти схемы, они пытаются как-то заполучить ваши услуги, ничего не заплатив. И надо сказать, что очень часто, очень, прям невероятно часто у них это получается. И происходит это потому, что новички или еще просто не очень опытные программисты не знают, как с этим бороться, и поэтому просто попадаются на эти грабли, отдавая работу за бесплатно. В ответ ничего не получая. Просто там, к примеру, блокирование в скайпе и тому подобное. И вот такие кидалы тоже делятся на два типа. Соответственно, неадекватные и адекватные. Неадекватные это те, которых прям вообще, я бы сказал, легко расколоть. Их очень легко понять, что они какие-то действительно кидалы, потому что они используют слишком детские схемы. А адекватные кидалы это те, которые стараются использовать ухищренные методы, чтобы получить ваши услуги бесплатно. Окей, поговорили насчет того, какие бывают заказчики. Теперь поговорим о том, как узнать, кинет или нет. Во-первых, следует смотреть на поведение заказчика. Если он долго отвечает, неадекватно отвечает, пропадает или играет в дурака, то возможно, что он кидал. Это еще не значит, что это так, но возможно. Может быть, это просто неадекватный заказчик. Также можно обезопасить себя путем безопасных схем. Именно схем, а не сделок. Слушайте внимательно. Какие схемы бывают? Их всего две. Либо это предоплата, либо вы используете железную схему работы. По предоплате, естественно, ясно, что вы просите у человека предоплату, допустим, 50% за проект, делаете до конца, сдаете и получаете вторую часть оплаты. Но по предоплате крайне редко люди соглашаются работать, потому что незнакомому человеку все-таки никто не хочет платить, особенно если проект не крупный. То есть, к примеру, если вам попался проект на 3000 долларов, то, скажем так, полторы тысячи долларов предоплату делать никто не будет. У меня однажды был примерно такой проект на 2000, по-моему, и там была предоплата, но мы это сделали как бы позадачно. То есть, был ряд задач, и за первую задачу оплачивалось 100 долларов, и это было предоплатой 100%. Я выполнил работу, все отлично, и так далее продолжили до конца работать. Но такое бывает редко, так что на это сразу лучше не надеяться. Конечно, можно попытаться заказчику об этом сказать, и если он, скажем так, платежеспособный, нормальный, без каких-либо проблем, то он согласится. Вот так вот. А теперь поговорим по поводу железных схем. Железная схема – это то, что я выработал за время своей работы, и эта схема позволяет, как я уже сказал, на 99,9% обезопасить себя от всех проблем на фрилансе. Железных схем я разработал две. Первая подходит для мелких заказов, потому что предполагается выполнение всей работы. И выглядит она следующим образом. Вы пишите заказчику, ты скидываешь мне архивом проект, я делаю работу, показываю у себя на костинге, ты переводишь оплату, я отдаю работу. Как видите, все очень просто, прям на пальцах можно даже объяснить. И данная техника обезопасивает как вас, так и заказчика. Потому что заказчик, конечно, он первым переводит оплату, но он это делает только когда видит уже сделанную вами работу. То есть он видит ее, но еще не может как бы получить. Это все равно, что вы видите ботинки в магазине, вы видите, они готовы, но вам нужно заплатить, чтобы их получить. Так же и здесь. Принцип, как видите, очень простой и очень мощный. Надуть здесь просто нереально, я бы сказал. И есть вторая железная схема, которая подходит для средних и крупных заказов, потому что предполагается выполнение лишь первой половины работы для проверки платежеспособности заказчика. Или, к примеру, вы можете разбить работу не на 50 на 50, а, к примеру, по 25%. Тут уж как хотите, схема гибкая. И вторая схема предполагает, что вы пишете заказчику. Ты скидываешь мне архивом проект, я делаю 50% работы, показываю у себя на хостинге, ты переводишь половину оплаты, я отдаю сделанную работу, затем добиваю проект до конца и опять повторяем эту операцию. Как видите, данная схема как бы являет собой разветвленную версию первой схемы. То есть здесь вы просто делите по процент на проект и повторяете эту операцию, опираясь на процент выполненной работы. То есть фактически, если, к примеру, проект на 3000 долларов, и он займет у вас целый месяц, то, естественно, вы не захотите этот целый месяц работать бесплатно, кто знает, что будет в конце. Поэтому вы можете разделить на 50% или даже по 25% и вот так вот сдавать по частям проект. Эта схема тоже работает, я ее использовал невероятно часто, и ни раз она меня не подводила, прям ни раз. Также следует поговорить о еще одной вещи, как безопасные сделки. Нередко во фрилансе можно встретиться с таким, что называется безопасная сделка или гарант. Таких вещей достаточно много, но я не советую вам на них полагаться. Есть, к примеру, сервис WebMoney безопасная сделка, но они небезопасны сами по себе. Если что пойдет не так, сервис может решить не в вашу сторону или гарант. Даже если у вас на руках будут все карты. Такое может быть, и об этом следует знать и учитывать это. Также во фрилансе попадается то, что я называю синдромом мстителя. Что это значит? Мошенник, которого вы раскусили, обращается к вам еще раз через какое-то время и пытается обмануть еще раз, дабы отомстить. Но уже более хитрым, как ему кажется, методом. Может даже обратиться от имени какого-либо известного человека. Раскусить таких тоже легко. Если это знаменитость, узнайте его официальную страничку в соцсети и попросите на минуту запостить тестовый пост на стену, к примеру, с тем текстом, который вы ему дадите, чтобы доказать, что это действительно он. У меня за всю карьеру было один раз так, и от человека попросил это сделать, и он начал сразу агриться и закинул меня в бан. Вот так вот. То есть так я раскусил мошенника. Во-вторых, если это просто какой-то человек, то есть он к вам опять обращается, но уже не в виде знаменитости, а в виде обычного человека, уже применяем тактику, описанную мною ранее. Железные схемы и так далее. Это поможет вам еще раз его раскусить. И у него не удастся его коварный план. Также следует знать, что в особых случаях может быть то, что можно назвать синдромом камикадзе. Что это значит? Это значит, что заказчик по вашей железной схеме идет вам навстречу, отдает, к примеру, вам проект и просит сделать до конца, к примеру, чтобы вы пока залили 50%, а он типа потом оплатит. То есть по этой железной схеме. Но очень редко, у меня за всю карьеру так, кстати, не раз не было, но все равно об этом сообщить следует, может быть такое, что заказчик как бы отомстит вам за то, что вы его раскусили, попросит сделать, вы сделаете, а он не оплатит. Вот так вот. Ну, естественно, вы потеряете 50% работы, но на самом деле лучше этого ничего не существует. Все гаранты и безопасные сделки это все бред. В любом случае, даже если вы потеряете 50% работы, то это не будет для вас такой сильной потери. То есть это как бы риски, сниженные до минимума. Естественно, если, к примеру, проект большой и вам попадется такой заказчик, что априори невозможно, по сути, потому что те заказчики, которые заказывают большие проекты, они не настолько, как бы, скажем так, пали, чтобы таким заниматься. Вот так вот. То есть, если это все-таки большой проект и вы беспокоитесь, что такое может случиться, можете разбить работу не на 50 на 50, а на 25-25-25-25. Вам никто не мешает это делать. И в любом случае, используя то, что я сегодня вам рассказал, вы можете обезопасить себя прямо на максимум. Лучше этих схем я ничего и никогда не слышал, потому что именно эта схема и эти схемы, которые я вам сегодня привел, были проверены мною на боевых условиях и получены в редких случаях горьким опытом. Поэтому это просто must be для каждого. И в конце концов хочется сказать, что самое важное правило не отдавать работу без оплаты. Старайтесь придерживаться его до последнего. Иначе, если вас кинут, вы можете потерять много времени, много денег, а также много собственных нервов. А они у вас не бесконечные. Вы смотрели канал HowDecor. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом видео друзьям и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok